Бесплатный общий аккаунт только на free.ru, заходи и качай, ссылка в описании. А также информационный партнер, видео сайт Apps4All, оттуда можешь скачать игры из видео, ссылка также в описании. Всем привет, с вами Полтим, это 131-й эпизод обзора игры и приложений для iPhone, iPad и iPad. Ребят, видео пишется в 60 кадров в секунду, если вам картинка ок, ставьте ваши пальцы вверх. Также еще кое-что, сегодня абсолютно все игры и приложения будут бесплатны, это вообще вынос мозга, потому что раньше хоть одно было платное, сейчас все бесплатно, поехали. Итак, ребят, наше первое приложение называется Skip, это программа, в которой вы можете вызвать мастера к себе домой. Вам придут сделать маникюр, уберут вас в квартире, отремонтируют iPhone дома или в офисе и также купят еду для ваших питомцев. Вы выбирайте то, что вам нужно, например, маникюр здесь для девушек вообще просто очень круто. Огромное количество инструментов, различных опций, кстати, это все работает пока что только в Москве, но я уверен, с обновлениями это будет во всех городах. Что касается уборки, вы выбираете количество комнат в вашей квартире, также дополнительные опции, то есть, что вам нужно убрать. И к вам придут ребята, которые все уберут, можно сказать, в эко-режиме, без вреда для вашего здоровья или для здоровья ваших питомцев. Что касается ремонта iPhone, то вы можете выбрать, какой именно у вас iPhone, также ту проблему, которая у вас с ним случилась. И к вам придет мастер либо домой, либо в офис, то есть, вне зависимости от того, где вы находитесь. Ну и да, питомцев находятся под разработкой. Таким образом, ребята, разработчики работают над новыми разделами, и у нас в руках будет приложение, которое позволит вам сделать любые действия прямиком дома. Приложение бесплатное, называется Skip. На дворе еще 15-й год, но уже есть игра Deer Hunter 16. Как только вы попадаете в игру, вы понимаете, что это такая же гора, как и в 15-м году, только с цифрой 16. Вообще, разработчики какие-то лютые, такие люди, которые делают одно и то же, вот уже как года 3, так на моей памяти точно. В целом, мы имеем точно такую же игру, как и в тех годах, то есть, у нас есть винтовка, у нас есть вид от первого лица, прицел и животное, которое нам нужно застрелить. В итоге, в игре много уровней, также есть внутриигровые покупки, но, по сути, это одна и та же игра, уже как года 3. Однако, у серии есть фанаты, и специально для них эта игра в топе. Далее, царь онлайн-игр на iOS, это Live Games. Здесь в игре имеется чат, то есть, вы можете сразу пообщаться с игроками, которые присутствуют в данной игре. Кроме того, здесь имеется огромное количество карточных игр, также много разновидностей дурака. Имеется всеми любимый покер, в который вы можете поиграть абсолютно бесплатно, также много видов здесь этого покера. Ну и различные настольные игры, там шашки, шахматы и прочее, прочее, прочее. Разумеется, это все в онлайне, то есть, вы играете не против компьютера, а против реальных людей в онлайне. Но у вас это все абсолютно бесплатно, то есть, без лишнего геморроя вы просто подключаетесь к столу, занимаете свое место, подтверждаете, что готовы играть. Ну и в целом, начинается игра. Это может быть абсолютно любая игра, то есть, у вас сразу же полный доступ ко всем онлайн-играм, будь то карточные игры или настольные игры в данном приложении. Приложение абсолютно бесплатное, не вижу препятствий, чтобы поиграть в Live Games. Следующая игра называется Аукцион. Геймплей довольно-таки интересный, мы с вами продаем наш с вами лот, ну и, соответственно, должны выбирать самые высокие ставки. То есть, мы видим, что вот 17, далее это будет 34 и так далее. Если мы выберем цифру ниши, соответственно, мы проиграем и будем начинать заново. В целом, классно и залипалово, прикольно поиграть. Называется Аукцион. Далее PDF Box. Программа, которая поможет вам быстро и легко хранить, редактировать и просматривать PDF-файлы. В приложении все работает на свайпах, вообще вся программа это полный минимализм, ну и выглядит довольно-таки занятно. Кроме того, вы можете создавать папки и добавлять в папки различные файлы из iTunes, либо, скажем, из iCloud Drive. У меня в iTunes есть вот такая вот книжка, видим, что она быстро сюда добавляется, вернее, это журнал, и я его сразу же могу просмотреть. Все просматривается очень быстро, имеются различные режимы просмотра, то есть, приложение работает отлично на iPad и не хуже на iPhone. Иными словами, для просмотра разных PDF-файлов это вот просто Ultimate решение, но не одними книгами и журналами, что называется. Это еще классная программа для документов, то есть, вы сюда можете добавить вашу коллекцию документов и просматривать их, хранить и редактировать, как вам нужно. Имеется редактор этих PDF-файлов, здесь вы можете добавить различный текст на ваши PDF-файлы, ну и, соответственно, подчеркнуть что-то для себя важное, выделить, чтобы не забыть просмотреть потом. Вы можете создавать заметки, имеется поиск по PDF-файлам, то есть, действительно мощное приложение для вашей документации. Приложение, как я сказал, бесплатное, называется PDF-Vox. На следующую игру посмотрим на iPhone, но в начале скажу вам о игре Shadowmatic. Давным-давно был обзор на эту игру, сейчас это игра приложения недели, и вы можете скачать его абсолютно бесплатно. В общем, поторопитесь, игра просто огонь. Что касается игры RaceLine, эта игра пока что эксклюзивна для iOS 9, но, возможно, в будущем появится и на iOS 8. Так что, если у вас стоит девятка, то совершенно спокойно качайте эту игру и играйте. Соответственно, здесь у нас гонки на мотоцикле по трассе от вида первого лица. Выглядит очень занятно, обучение это дико раздражает, и, ребята, игра бесплатная. То есть, конечно же, есть внутриигровые покупки, и, конечно же, придется тратиться на различные мотоциклы, шлемы, одежду и так далее. В общем, поиграть стоит, тем более на девятке выглядит шикарно. Называется игра RaceLine. Предпоследняя на сегодня игра называется Stranded, и в ней мы с вами играем за астронавта. Астронавт бежит по уровню, ну и в целом весь геймплей заключается в том, что мы с вами должны добежать от старта до финиша, собрать как можно больше различных монеток и бонусов, потому что они нам пригодятся, ну и, соответственно, двигаться от самого первого уровня до самого последнего уровня. Игра бесплатная в App Store, довольно-таки классная убивалка времени, можно поиграться, в целом никаких проблем. Называется игра Stranded. Последняя на сегодня игра называется она Biking Jet, и кому-то слава Happy Wheels не дает покоя. В целом игра задумана точно так же. У нас есть персонаж, имеется огромное количество велосипедов, которые мы можем докупать, ну и различные преграды и препятствия, которые могут просто убить нашего зомбака, и нам придется начинать уровень заново. Игра разбита на много-много-много уровней, игра бесплатная, ну и в целом стоит поиграть, потому что так же классная убивалка времени. На этом, ребят, можем закончить. Вот такое вот получилось видео. Как всегда, скачайте хоть одну из этих игр или программ, ставьте ваши пальцы вверх, также качайте, потому что все игры бесплатные, то есть вообще никаких препятствий платного здесь ничего не было вообще. Можем закончить, ребят, ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал, это важно, не забывайте о яблочках. Пока! Пока!